приветствую всех это пророческий канал голос глобального пробуждения канал где пророчества забываются просто у нас пробуждение уже начинается поэтому если не хочешь упустить важно и если ты еще не подписан просто на всякий случай подпишись на канал и нажми на колокольчик и на класс драгоценные говорю для тех кто еще мало на канале или еще разобрался вообще здесь первый раз господь начинает пробуждение господь поднимает новых пророков посмотрите свидетельство кода мега пробуждения как сверхестественным образом господь меня призвал то наподобие обращения павла я не буду сейчас предсказывать свидетельство но такого не бывает если не вмешается бог и после этого началась просто книга деяний огромное количество просто пророчеств и исполнение этих пророчеств нерасплывчатых каких-то конкретных чем дальше тем больше почему потому что бог призывает пробуждению он дает ведение на пробуждение все слышали пророчества их много-много-много чтобы будет поднимать новых людей бог будет действовать через никому неизвестных людей и что будут удивляться откуда эти люди взялись и тем не менее все равно люди есть склонность у нас такая совковская смотреть просто наверх что ответ сверху у нас вот как бы есть иерархия там пастры и епископы там еще кто-то еще кто-то еще кто-то и вот как-то вот у нас у каждого в голове своя иерархия есть и вот откуда-то оттуда придет пробуждение бог начнет действовать но бог всегда действует по 1 коринфянам 1 глава 28 29 стих ничего не значащие не неизвестно никому он избирает для того чтобы начать действовать чтобы никакая плод не хвалилась перед богом чтобы не прославляем был человек чтобы люди увидели до них дошло что это бог говорит это бог делает огромное количество радикальных исполнений пророчеств исследуйте то что здесь было на канале просто посмотрите начиная август сентябрь и пророчества давались и они исполнялись самые радикальные это война в карабахе и прочее прочее и вот еще одно то есть бог показывал что местами будут не на один день там на больше два-три дня больше там неделя и так далее будут отключать электроэнергию воду интернет все то есть полностью не там не то что там деревня одна тысячи людей будут лишены находиться в таких условиях учитывая что болезнь это распространяется бог предупреждал что будет большая смертность большая заболеваемость огромная смертность это есть и масштабы и и замалчиваются просто посмотрите то что происходит в городах деревнях по факту сколько людей умирает это невероятное количество невероятные масштабы мы узнаем только со временем и вот пожалуйста в приморском крае сидят без электричества вообще без интернета без света без воды вы представляете что такое в городе это все отключили это просто это невозможно выжить это канализация не работает это магазины не работает это автобусы не работает это это просто коллапс полный и учитывая всю эту заболеваемость сейчас болезненность с огромной скоростью люди простывают и так далее то есть то что там происходит от просто замалчивается и бог предупреждал бог предупреждал будут еще некоторых местах подобные ситуации и посмотрите молитвенное купите меч купите меч мог предупреждал что начнется и в ноябре все начнется, вот ролик есть, Бог предупреждал, что было время, когда не нужно брать с собой ни две одежды, ничего, просто идите, куда не войдете, у вас там накормят и прочее. Это символически, да. А сейчас приходит время, что у кого две одежды, продай одну и купи меч, во-первых. То есть, ты должен стать воином, пришло время воевать. Второе, это то, что берите с собой мешок, то есть, там, в этих стихах не буду сейчас смотреть, можете сами посмотреть. То есть, символически, Бог говорит, сейчас надо делать запасы, сейчас надо делать запасы. Раньше не надо было, раньше проповедники смеялись над теми, кто делает запасы. И, в принципе, да, было время, когда было нужно жить по вере, и, ну, по вере в разумном смысле, то есть, в большинстве случаев можно было прожить и без запасов. Хотя, если бы вы сделали, ничего страшного не было, это не грех. Но приходит время перестраховки, сейчас лучше на всякий случай сделать. Вот представьте, предупреждение было до, и кто-то там, в Приморском крае, слушал этот ролик и думал, да, ерунда, ничего не будет. А сейчас они сидят без интернета, без света, без всего, без запасов. Просто вы представляете, что это ужас просто. Они никуда не уехать не могут, ничего. Вот, и будут еще такое. Поэтому, люди добрые, пожалуйста, примите ведение. Бог говорит, сейчас без ведения страшным образом пострадают многие, многие, многие. Это может быть любой человек. И дело не в том, чтобы сидеть и бояться. Это не страшилка, понимаете. Страшилки, они просто говорят, все плохо, и все, и выхода нет. Это Бог сказал, потому что огромное количество сверхъестественных подтверждений, потому что те вещи, которые Бог говорит, потом Он говорит через ведущих людей в христианстве, те же вещи, слово в слово. Почему? Потому что это Иисус Христос дал ведение на предстоящий период. Что делать? Выраженное. Учебники глобального пробуждения. Ссылка в описании. Заходите, находите кнопку «Скачать бесплатно». Читайте. В экстренном пророчестве на 21 год. Ссылка в описании. Заходите, смотрите. Две части, обе части смотрите. Чем отличаются мудрые девы от немудрые. Немудрые все сделали наполовину. Вот немудрые, я прям по статистике вижу, у меня они смотрят только первую часть экстренного пророчества. А вторую, самую главную, не смотрят. А вторую, самую главную, не смотрят. Вот перед такими дверей закроются, имеющие уши да услышат. Они имеющие, это бесполезно. Хоть как объясняю, он все равно до него не дойдет. Он так и будет все делать наполовину, и он масло запасное не возьмет, и двери закроются перед носом. Может, хоть до кого-то дойдет Господь, пожалуйста, не дай погибнуть. Открой глаза. Пусть люди принимают ведение от Тебя. Пусть не ждут, пока в их жизнь придет это поражение, которое сейчас прошло в Армении, в Азербайджане, в Примурье и так далее. Господи, пожалуйста, открой глаза людей. Поражение пройдет вот эти вот два года. Два года пройдет, но затронет вообще всех, да, от этого момента примерно, я скажу, два-два с половиной. И затронет всех, и затронет радикально. И поэтому просто нужно сейчас хвататься за Бога, и за всех сил освящаться, посвящаться, принимать ведение. Потому что задача не просто, чтобы выжить. У нас у всех есть призвание в пробуждении. Бог хочет делать пробуждение. Бог хочет делать пробуждение. Да, война. Да, когда заходили в землю обитованную, это была война. Но на это не так надо смотреть, что все, хватаемся за голову, залазим в норы. Бог дает нам власть преломить эту ситуацию. Для этого нужно знать, что нужно делать. Посмотрите экстренное пророчество. Посмотрите служение ковчега пробуждения. Ковчег пробуждения – это не интернет-церковь. Ковчег пробуждения – это служение входа в пробуждение, которое Бог начал. И каждое служение Бог дает какие-то части пазлов. Там есть молитвенные, тоже с частями пазлов, вот этого. То, что радикально необходимо. Убери один, и ты можешь пострадать. И меня еще уши-то услышат. Просто все дано. Доказательств, неимоверное количество Бог дает. Драгоценные, драгоценные. Вот оно просто сбывается одно за другим. Все, что Господь предупреждал. Конкретные вещи, не расплывчатые, что мы что-то там ощутим, и что-то там это еще нежелание нашего сердца. А конкретные пророчества. Произойдет вот это, вот это, вот это, вот это. И Бог дает редко, очень редко, настолько конкретные пророчества. Когда радикально важно принять ведение, тогда Он делает исключение и дает много конкретных пророчеств. Как сейчас, за короткий срок, просто десятки, десятки пророчеств даны, и уже, наверное, с половиной забылось. С половиной сбылось за эти три месяца, начиная с начала августа. Имеющий уши-то услышит. Верный его. Это примерно один из десяти. Если вы что-то чувствуете, пожалуйста, не отпустите Бога, не упустите шанс. Второго шанса может не быть. Начинайте смотреть дальше. Начинайте вникать. Экстренное пророчество, учебник, там все вот эти вот материалы, которые есть на канале. Смотрите, вникайте постоянно, ежедневно, дальше, дальше, дальше. Потому что просто нужно вместить ведение, вместить ведение, вместить ведение. Есть много прекрасных служителей, есть много прекрасных проповедников. Просто их тоже можно и нужно смотреть Но за этим, если ты упустишь ведение И дойдет очередь до тебя До того, как у тебя что-то будет происходить В твоей стране, в твоем городе, в твоем регионе, в твоем доме Тогда уже будет поздно, понимаете? Кто-то откладывал, кто-то отмахнулся Все в той же Армении, в том же Приморье В той же где-то там еще То есть много мест, я там на скидку не буду Где-то болезни появляются, где-то катастрофы Там дома взрываются, постоянно пожары, наводнения Огромное количество людей остаются без жилья Постоянно, тысячи, тысячи, тысячи пострадавших Появляются каждый день Заболевших, умерших А Бог предупреждал, начиная с августа, что все это будет Пожалуйста, не жди, пока это придет в твой дом Сейчас принимай ведение Сейчас принимай ведение, блажен, кто сейчас услышит Блажен, потому что Бог, Он протягивает руку Притча про лодки Человек тонул, и Он имел обетование, что Бог его спасет И мимо проплывали лодки И говорили, давай мы тебя спасем Он говорит, нет, Бог не сказал, что Он сам меня спасет И утонул, и спрашивает Бога, почему ты меня не спас? Он говорит, я тебе лодки посылал Вы понимаете, иногда Бог дает помощь не так, как мы ожидаем Ни откуда-то сверху, ни приезжает никакой помазанник Ни еще что-то, а именно вот так, вот через ролик Случайно наткнулся, посмотрел А может уже несколько раз смотрел, а теперь дошло Что если ты поймешь, если ты разберешься Если ты применишь, вот тогда Господь вытащит, вот тогда Господь начнет действовать, вот тогда ты войдешь Как человек в пробуждение, имеющий уши да услышит Верные Божьи, я верю Будут спасены, будут под покровом Господним, и вся слава Иисусу Внимание, очень важно, Бог учит быть перестраховщиками Как пять мудрых дев Они, как и все, знают, что жених скоро придет Но на всякий случай взяли запасное масло И когда жених замедлил, их спас Важнейший принцип последнего времени Быть перестраховщиками Поэтому, если ты еще не подписался То просто на всякий случай подпишись на канал И нажми на колокольчик на класс прямо сейчас Бог выбирает тех, кто выбирает его Вы спросите, что же я посоветую Чтобы начать входить в пробуждение И не пострадать от грядущих потрясений Внимание, в постоянстве нужно делать только две вещи И тогда Бог поведет и начнет действовать в вашей жизни по возрастающей Первое Вникать в материалы канала и в учебник глобального пробуждения Ссылка на бесплатное скачивание в описании Найдите кнопку скачать бесплатно Второе Ежедневно хотя бы пять минут Хотя бы используя пример молитв на канале Молиться за пробуждение Ежедневно Если что-то непонятно, внимательнее пересмотрите ролик Я вас люблю в Господе, а Он любит еще больше У вас все получится Главное ежедневность и главное не сдаваться По вере в вашей, да будет вам Вникайте в материалы канала Применяйте и распространяйте, чтобы другие были предупреждены И не пострадали от того, что мы их не предупредили Главное сразу смотри следующий ролик Вся слава Иисусу Христу Аминь В стране придет глобальное пробуждение Будут поставать новые люди Может быть ты один из них Субтитры положил DimaTorzok Это Catal's lamp Бум didменько Субтитры добавил DimaTorzok Папа Господи Папа